Здравствуйте! Багов одиннадцать. Роль прямого кулоновского взаимодействия в явлениях сверхпроводимости. Роль прямого кулоновского взаимодействия в явлении сверхпроводимости. До сих пор, пока мы решали модельный гибельтониан БКШ, мы нигде не учитывали прямое кулоновское отталкивание между электронами. Кулоновское взаимодействие никто не отменял. Можно отменить все другие взаимодействия. Кулоновское это обязательно надо учитывать. Так вот, вы знаете, что потенциал взаимодействия двух электронов в вакууме как один электрон в точке А1 до А2, кулоновский потенциал, написано в виде Е2. И вот если мы выберем такой потенциал, то в представлении вторичного фронтования гибельтониан кулоновского взаимодействия между электронами, вот это обозначен кулоновское, обычно записывается так, одна вторая, значит сумма по большой кучке финкусов, леоновых векторов по спинам. Если система трансляционная и двагентная, вот эти индексы суммирования должны удовлетворять закон сохранения. Так, а здесь значит маточный элемент кулоновского взаимодействия. А здесь, соответственно, пилатовое вождение кулоновского электрона с цикрусом, каштарик-1, спинус-1, вождение электрона каштарик-2, спинус-2, но предварительно, значит, надо уничтожить электроны вот в таких позициях. Значит, мы уничтожаем электроны с какими-то активитами, происходит взаимодействие какое-то, и они оказываются вот в новых таких, так сказать, состояниях. Что такое маточный элемент? Маточный элемент – это есть, ну вот, значит, кулоновский потенциал, вычисленный с помощью каких-то волновых функций. Если, да, ну, в принципе, значит, в зависимости от того, какая система бывает, эти волновые функции бывают разные. Я, например, давайте сейчас пока не детализируем, мы пишем собственные волновые функции гемипедиана. Каштарик, Каштарик. Так, здесь наши Гаштарик-Р2-Р2, потенциал К1-Р2, ну и, значит, сопоряжённые – Р2, Р2, Р1, Р1 . Вот, что такое маточный элемент. Если у нас система свободных электронов, то известно, что для свободных электронов волновая функция, это она такая, единица на корень из объёма системы Е1К1, плоская волна. Вот это объём системы. Ну и вот если, скажем, взять в качестве волновых функций вот такую плоскую волну, то матрочный элемент сосчитать довольно недовольно. Давайте просто блок подставим это всё в выражение для матричного элемента и мы получим следующий результат. Давайте, значит, потихонечку. Так, давайте матричный элемент на плоских волнах, то есть модель свободного электронного газа, а то есть кругловское взаимодействие. Ну, подставляем эти волновые функции, дальше что там? Объём в квадрате ДР1ДР2 Набор большого количества экспонент ДР1ДР2 Так, ещё не все экспоненты выписаны, показатели. ДР1ДР2 Ну и вот потенциал взаимодействия в том виде, который у меня написан. Что дальше делается, что мы сосчитали? Делается довольно просто. Давайте введём новую переменную в разность между точками ДР1ДР2 Будем обозначать расстояние. Тогда интеграл будет ДР1ДР. Возникает вот такая красивая экспонента. Возникает экспонентом вот такая. Ну и потенциал, зависящий от расстояния между двумя электронами. Ну, вы элементарно соображаете, что вот, поинтеграл Фр1 берётся спокойно, и это нам выбрасывает дельта-символ конометера, значит, дельта К1 плюс К2, не запитая, К4х1 плюс К4х2, выскочили. Так, остаётся однократный интеграл, вот остаётся такой однократный интеграл. Что дальше делается? Дальше переходится в сферическую систему координат. По углу Фи это 4П нам выскакивает. Дальше вот здесь вводится косинус угла между этими двумя векторами, и так далее. Ну и всё элементарно интегрируется. Ответ будет 4ПЕ квадаватель К1 минус К'2. Вот маточный элемент, так сказать, в случае свободного электронного газа. Ну и в этот момент, значит, если учесть вот этот закон сохранения на волновые вектора или на импульсы, удобно ввести, перейти к системе, используя эту функцию, перейти к суммированию уже только по трёх волновым векторам, ну и при этом ещё ввести и с передачи волновой вектор передачи Q. Значит, давайте введём вот такой К1' минус К1. Значит, К1' это здесь К1 плюс К1, естественно, К2, К2, К2 минус К1. Вот если это учесть, то клоновский потенциал у нас перепишется в следующем виде. Вот в этих координатах суммирования минус К2. Значит, H клоновская, есть одна вторая, так, A1, A2. Импульс передачи Q, σ1, σ2. Здесь матерчный элемент, я вот его помечу, так, матерчный элемент теперь зависящий только от импульса передачи, а здесь набор операторов. что вот здесь, в этих координатах, так сказать, маточный элемент, это будет 4π, 2 квадрат, 2 квадрат. О! Маточный элемент выглядит простенько, но поскольку Q пробегает все значения, включая не нулевое, то мы видим, что этот маточный элемент дает расходимость, бесконечность. Туреку, применящемся к нулю. Когда импульс передачи идет к нулю, маточный элемент расходится, становится бесконечным. Ну, так сказать, с бесконечностями физика оперировать не умеет, математика не умеет работать. Надо что-то изыскать, выход из этого парадокса. А парадокс этот возник из-за того, что, собственно говоря, мы вот рассматриваем систему тут многих электронов, и на самом деле надо учитывать, что два выделенных электрона взаимодействуют между собой и друг другу не в вакууме, а в среде заполнены другими электронами. Это гранировка, действительно. То есть надо записать, на самом деле, не такое задорамочное взаимодействие, а надо записать взаимодействие, в котором учитываются эффекты гранировки. 4πe квадрат, 2 квадрат радиоэлектрической проницаемости. В общем, электрическое проницаемость в общем случае зависит от пространственного импульса и от частоты частиц участвующих гранировки. Но если рассматривать не очень высокие энергии процессов, значит, такой критерий существует, что если явление связано с передачами, здесь импульс передачи, то есть, что если передача энергии передачи много меньше, чем плазменная частота, это энергия невысокая, то тогда можно ограничиться тем, что электрическую проницаемость можно рассматривать в статическом приближении. то есть, статическое приближение это то, что, значит, омега приведется к нулю. Значит, тогда εу омега предстает в таком виде единица плюс а вадоват и сколько вадоват ну и там другие члены разложения в боку, которые для нас несущественны, но это приводит к тому, что вот если учесть такую электрическую проницаемость вот в такой форме, то тогда матрочный элемент в зависимости от импульса передачи должен записываться так 4πe квадрат у квадрат плюс каппа квадрат что такое каппа? это обратный гибаевский радиус экранировки вот если мы выберем в импульсном представлении кулоновский потенциал вот в такой форме где, значит, входит радиус экранировки в это выражение то в координатном представлении такому потенциалу соответствует следующее взаимодействие r ну вот так и квадрат на r экспонента минус каппа r вот то есть экранировающий, значит, фактор довольно начинается резкое падение кулоновского взаимодействия вот за счет этого фактора так гибаевский радиус экранировки ну это вычисляется кстати в элементарных курсах физики то есть теории твердого тела вам, наверное Всеволод Игоревич вам выводил ну возможно вы и забыли но гибаевский радиус экранировки где то есть гибаевский радиус экранировки единица на краб вот радиус а здесь, конечно, имеет размер это обратный размер значит есть корень 6 пи н е квадрат е квадрат ефер это плотность электронного газа n плотность а ефер, вы сами понимаете, что это д ефер вот вот такое выражение получается в самых таких простых теоретических подходов для обратного радиуса экранировки и вот если сюда подставить типичные значения плотности электронных проводимости в металле характерные значения так сказать энергии фермы в металлах и подсчитать то оказывается это естественно величина по размерности обратная длина она имеет вот такой порядок единица на а а это порядка параметров решетки параметров решетки ну в одном веществе может быть полтора параметров решетки в другом два но конкретно зависит отель этого металла который рассматривает энергия первой в общем все это порядок параметров экранировки чему вот это приводит наличие такого значит экранирования оно приводит к тому что матричный элемент в выпускном представлении за счет этого параметра уменьшается если мы возьмем q равна 0 там где у нас раньше была расходимость у нас получается 4 2 и e квадрат на компакт квадрат теперь давайте-ка возьмем q давайте возьмем q порядка единицы на обратные параметры решетки а не трудно тоже увидеть что в первом деле обратный параметры решетки это примерно отвечает импульсу фермы то тогда если мы возьмем у нас получится 4 π e квадрат что значит тогда здесь радиус к к ферме у нас возникает грубо говоря здесь 2 к ферме маточный элемент начинает спадать и спадание в зависимости от величины q или если перейти на язык энергии в q значит креативный язык ε q то вот когда ε q есть величина порядка так сказать e в маточный элемент уменьшается в ну и вот значит в физике есть некие такие мифологические упрощающие соображения то вот если у вас есть какое-то взаимодействие спадающее экспоненциальным образом допустим в зависимости от какой-то величины то при величине то когда спадание так сказать цифру в этой в зависимости от величины уменьшается в евраз вот на этой величине которая дает уменьшение в евраз энергия взаимодействия на израиль а если мы рассматриваем степенное спадание в зависимости от энергии взаимодействия то обычно берут обрезание когда маточный элемент взаимодействия уменьшается в два раза по степенному впаданию поэтому когда рассматривают кулоновское взаимодействие то грубо говоря считается что кулоновское взаимодействие работает до параметров до разницы энергии между взаимодействующими частицами порядка неферной а когда разница энергии между взаимодействующими частицами она должна входить через волновой вектор знаменатель превышает величину эфирами большие значения импульсопередачи уже то тогда взаимодействие обрезается то есть кладется равным нулю вот такое соображение значит что фактически ВК вот это кулоновское оно существует в интервале взаимодействие от плюс до минус эфирами раньше мы рассматривали интервал вытяжения через фаноны в поиске от эфирами отчет энергии вверх до энергии дебай если рассматривать кулоновское взаимодействие значит отсчитывая энергия от уровня ферми от уровня ферми до нуля это нуля если выучить давайте теперь сделаем следующее вот у нас записано было кулоновское взаимодействие между всеми всеми электронами давайте выделим в кулоновском взаимодействии только ту часть которая отписывает кулоновское отталкивание между электронами входящими в куберовскую пару то есть электроны связываются в пару за счет электронфанонного натяжения но между ними между этими электронами вышедшими в пару действует одновременно еще и кулоновское отталкивание и вот давайте-ка учтем для мельтонианей еще и кулоновское отталкивание между этими электронами но для этого поступаем давайте стандартным образом давайте когда мы начинаем рассматривать мельтониан в котором я пишу взаимодействие между всеми электронами давайте я напишу мельтониан взаимодействие я введу не импульс передачи а введу суммарный импульс давайте значит я х3 плюс х3 2 или k1 плюс h2 вот я введу суммарный волновой век значит что это означает k штрих 2 в полном гамильтониане есть k большое минус k1 значит k2 минус k большое минус k1 ну и вот учьем закон сохранения и поэтому введем вот этот суммарный импульс то есть наш гамильтониан полный в котором мы учли все члены взаимодействия будет записываться так а штрих не k штрих 2 а большое ну сумма по спину матричный элемент а к переключится в таком величии 4 π 2 экранировка плюс k1 минус k штрих 2 так оператор и рождение и уничтожение а k штрих сумма 1 а плюс k большое минус k штрих 1 1 с 1 с а дальше два оператора уничтожения а k большое минус k 1 с 2 а k 1 с 1 так вот это пока все кулоновские взаимодействия между электронами но нас интересует взаимодействие кулоновское только которая та часть кулоновского взаимодействия которая описывает куперовскую пару а у куперовской пары суммарный импульс k большое равняется 0 это в том случае если конечно через сверхпроводник не течет ток импульс равняется 0 значит вот из этого большого гамбертониана нам надо оставить только такую часть 1 вторую сумма k 3 k 1 ну так означает вот так b кулоновская k 1 k 1 с плюс h 1 с 1 а плюс минус х 1 минус х 1 фиг на 2 пока значит я пишу пары суммарным спином то есть суммарным импульсом равном 0 но ничего пока не говорю о спинах так спины пока оставляем в общей и дальше минус k1 sigma 2 а k1 sigma 1 спинах здесь учтены все направления спины ну следующий этап надо учить что в куперовской паре спины куперовская пара это спины направленные против то есть значит надо перебивать все варианты значит что скажем у этого спина 1 направление лево потом вниз и у sigma 2 всевозможные и оставить только взаимодействие отвечающие взаимодействие с регленной парой тогда вот если учесть учесть там эти знаки суммирования у нас получится вот такой кусок k k1 bk k1 a плюс k вверх a плюс минус k вниз a минус k 1 и a k 1 вверх вот что у нас получится то есть мы записали уничтожение куперовской пары рождение куперовской пары в другом состоянии с другим значением плановых векторов да но в той разнице что вот этот мальчик элемент отвечает отталкиванию а не протяжению а да то есть вот это здесь g g к 2 × 4 e квадрат k квадрат k k минус 1 квадрате он больше м тв Значит, в общем случае, мы должны учесть в гамильтаниане взаимодействие, что взаимодействие электронов, входящих в кукеровские правы, во-первых, включать член притяжения посленного через электроны и прямого улоновского отталкивания, то есть матричный элемент ВКК1 должен стоять в гамильтаниане БКШ, где один, давайте, вот так его вместим, улоновский, а второй, ну, вот мы словно назовем, давайте, электрон-каномное оттяжение. Вот этот больше нуля, а этот меньше. Ну, казалось бы, взять просто первую часть. Но некий состоит фокус в том, что вот эти потенциалы взаимодействия действуют в разных энергетических интервалах. Один в очень широкой такой области, от минус Еферами до Еферами, другой в узеньком поиске, около поверхности Ферами. Ну и теперь, значит, нам остается записать, что? Ну, нам надо записать гамильтаниан БКШ, H, БКШ, кинетическая энергия, молевая кин-энергия, плюс потенциал взаимодействия, плюс H-интервеншин. Вот, кинетическая энергия, гамильтаниан кинетической энергии я выписывать не буду, а значит, здесь я запишу просто КК1 ДКК1 Ну и вот все эти маточки оператора рождения и личного рождения. Ну и вот, опять, имейте в виду, что над каждой буквой К при аккуратных записи надо еще рисовать стрелку. Ну, это все вектора, тут нигде не модули, ну, в общем, я ленюсь. Всё! И теперь, вот мы получили такой гамильтаниан, ну и должны посмотреть, а возникает ли в нем вот такие средние значения при конечной температуре аномальных средних среднее число куперовских пар при конечной температуре проводилось оборудование и аналогично уничтожить. Значит, после этого нам надо составлять упражнения для нахождения таких вещей. Отлистываем неделю тому назад, смотрим на лекцию, как я с помощью метода функции Грина вот таким гамильтанианом находил вот такую штуку. После того, как я нашел такое нормальное среднее, я составил уровни без согласования вот одно. Всё! Такое у меня не составило. Разница, что в прошлый раз мы считали вот этот маторчный элемент ВКК1 отрицательным, отрицающим только отталкивание. Здесь, сейчас он включает два вклада. Ну и вот, давайте рассмотрим, давайте не будем его решать во всем интервале температуры, его аналитически можно решить с этим суммарным взаимодействием для нуля температуры, можно решить для конечных температур. Давайте-ка поищем, как будет вести себя температуру перехода при наличии угоновского отталкивания. Давайте возьмём вот этот эмитрониал, то есть уравнение, самосообразование для щели, и давайте переведём к температуре перехода. Давайте возьмём Т, выходим в ТС снизу, к критической точке перехода, давайте подбираться в Дельте. Что это означает? Это означает, что Дельты совершенно малы, и надо правой частью уравнения оставить только линейный вклад по Дельта. Тогда, вот если мы оставляем только линейный вклад по Дельту, вот это уравнение, которое работает для всего интервала температур, в самой точке перехода принимает вид такой, это К, минус одна вторая сумма по, давайте напишем, так, К1, В, ну давайте мы оточним, так, К, К1, индексы помещу в скобки, где он помнит. Так, что случится с тангенсом? Тангенс, от тангенса останется модуль по Эпсилон по Эпсилон по Эпсилон на 2КВТС. Так, дальше от К, квадратного тоже останется модуль по Эпсилон Ну и вот это член линейных, линейная степень параметров порядка, линейная степень щели, вот получили умение для определения температуры перехода и нерезавания. Дальше начинаем выполнять все те стандартные трюки, которые вы делали, когда решали уравнение БКШ, ну с учетом только одного взаимодействия. Во-первых, от суммирования по импульсам переходим к интегрированию по энергиям, то есть по словам пока заменяем на епсилу К, К1 переходим к епсилу штрих против К1, ну и интегрирование переходим к интегралу с плотностью состояний, ну и там, интегральное движение. В результате такого перехода наше уравнение вот это в конечных суммах превратится в интегральное уравнение. минус 1, 2, интегральное уравнение. минус 1, 2, интегральное уравнение между частицами с энергией епсилу и епсилу штрих. Так. Так. В тангенсе мы можем знак модуля опустить. Почему? Потому что он делится внизу тоже на энергию епсилу штрих. Интервал интегрирования. Пока у нас было только протяжение, мы интегрировали от минус асомега дебае на асомега дебае. Теперь интервал обрезания матричного элемента от минус еферми до еферми. Поэтому мы здесь пишем минус еферми плюс еферми. Дальше делается, опять-таки, довольно уже грубое приближение. Вот у нас стоит плотность состояния. Это плотность состояния по всей полосе. Ну давайте для грубой оценки будем считать, что плотность состояния у нас по всей полосе одна и та же, постоянная. Это зрение плотности состояния на уровне эфера. В более точных науках, скажем, когда решается знача в уравнениях Лиашберга, там подставляют для конкретного соединения расчетных плотных состояний со всеми такими пиками. Матричный элемент тоже аккуратно учитывает вид его зависимости из-за энергии. Но это довольно сложная наука, и она прошивается в этом учете только, как говорится, численными фигурерами. Ну а нам хотя бы какие-то качественные результаты получить, давайте сделаем так. Вынесем плотность состояния на уровне ферми, значит это минус ура 0. Когда мы плотность состояния вынесем, мы видим, что интеграл симметричный будет от 0 до ε ферми d ε4 v ε d ε4 т.е. вот это ε4, это есть Кулоновский вклад плюс электрон фаномный вклад. Ну и, значит, давайте сделаем опять-таки такое приближение. Электрон-фаномное взаимодействие в узком дебаевском поясе мы заменяли постоянной величиной. И вот Кулоновское взаимодействие, которое фактически, конечно, является функцией ε ε4 вот в этом интервале тоже, грубо говоря, заменим тоже постоянной величиной. Давайте примем такую модель взаимодействия, которую мы можем писать так. b электрон-фаномное взаимодействие ε, ε2, равняется минус b, отталкивание со знаком минус. Если в ответе энергии ε, ε3, по воздухе, держаться на термоле 1, 2, 2. Т.е. взаимодействуют электроны с помощью протяжения в узеньком поясе, в округ еферма. Вверх от энергии эфермы и вниз. Т.е. от энергии эфермы на энергию 2. Ну и, так сказать, во всех других случаях, это ваточный элемент 0. И точно такую же подруху сделаем приближение для Кулоновского взаимодействия. Заменяем его константой, но константой положительной, если вот эти энергии взаимодействующих частиц лежат на модуль от энергии. Так, ноль, если ефермы, меньше я поэффицирую, так что мы сделаем приближение. Ну, вот это же математическое условие удобно мне будет записать с помощью ступенчатых тета-функций. Удобно выписать вот эти правила, которые я рисовал с помощью тета-функций. Значит, как пишем, электрон фомоновных взаимодействий ε на ε' равняется в минус В на ступенчатую функцию h-мега дебая минус модуль ε на ступенчатую функцию h-мега дебая минус модуль ε. Вот это та же самая формулировка, которую он писал с помощью скобки. Так, Кулоновская, В Кулоновская, ну и теперь на ступенчатую вот здесь ε фермы, модуль ε, ε фермы минус ε штрих. Вот я могу записать еще в минимум образовании. Ну, а теперь давайте учтем явный вид вот этих матричных энергий взаимодействий, потенциалов взаимодействия. И вот это давайте-ка уравнение распишем. Давайте-ка вот здесь внешний индекс, вот это свободный индекс, вот это я, выберем из интервала. Давайте положим сначала, что у нас вот этот внешний индекс, который не входит под знак интегрирования ε, решит в интервале от нуля, дальше омега дебая. Тогда левая часть уравнения δ ε, справа, так, во-первых, давайте учтем притяжение, с учетом знаков протяжения у которого минус, у нас получится, так, v на ρ0, интеграл от нуля до ваша мега дебая, ε κ, θ, 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 θ . Так. Ну и теперь посмотрим на Глоновское отталкивание. Значит, выносим за знак металлурала, но оно действует в интервале от нуля до общего связи. Так, теперь давайте возьмем вторую штуку. Давайте теперь вот этот внешний, внешний энерго-эпсилл возьмем в интервале, вот H-методемая до E-ферми. Значит, тогда вот если смотрим на это условие, вот это взаимодействие электрон-фонодное зануляется, действует один кулон. Значит, тогда получается D-эпсилл, минус V по уголовной скайлу 0, интеграла 0, D-эпсилл-ферми. Ну и, наконец, если нам пришла бы фантазия где-то все больше, чем энергии ферми, то у нас здесь получился бы только мой слева-эпсилл. То есть мы получили... А вот он, значит, что тогда? Эпсилл-ферми. То есть мы видим, что при выборе такой модели взаимодействие электронов носит ступенчатый характер. Значит, если интервал энергии от 0 до H-методемая, взаимодействие есть V-c-V. Если интервал энергии от 0 до H-методемая, то остается просто В-кулонская. Ну, это можно забазить так, скажем, в характерном взаимодействии. Значит, вот если взять одну из сей, откладывать энергию одной частицы, то всё на другой. Ну, так. То у нас тут есть такой интервальчик H-методемая, H-методемая, H-методемая. Ну, и есть вот такой большущий квадрат. Надо помнить, что H-методемая много меньше, чем G-фермина. Ну, примерно на два порядка. Я, конечно, не правильно масштабно повторял. Вот здесь взаимодействие просто такого места. Если же... Ну, вот видно. График-то говорит, это что зависит? Эпсилон штрих от эпсилон штрих там что-то там. Белые замечания. Эпсилон штрих от эпсилон штрих. Белые замечания. А вот там-то тоже у нас энергия должна быть меньше эпсилон штрих? Так. Не-не-не. Вот здесь вот, да. Тут-то энергия меньше, чем G-фермина. Я. Так, энергия... Так, вот так, значит. Правильно. А, всё-таки больше. Если вот мы внешнюю энергию... А, всё, взяли больше, чем энергия. Правильно. Ну, раньше, когда мы ограничивались только одним протяжением, у нас вот в этом интервале энергии наша щель была постоянной величиной. Постоянной величиной. Сейчас у нас как бы две области, так сказать. В одном интервале взаимодействие – это одна. Взаимодействие – одна постоянная величина. А в другом интервале энергии – это другая постоянная величина. То есть можно предположить такую гипотезу, выдвинуть. Ну, её можно более аккуратно высчитать. Но идея основная такая, что тогда наша щель будет представлять из себя две величины постоянной, но в разных интервалах энергии. То есть Дельта Эпсилон, возьмём как некое Дельта 1. Если энергия Эпсилона не дала ра, чем энергия 2. И равняется Эпсилон Дельта 2, если мы попытаемся во второй интервале энергии. Ну вот если мы примем такую, значит, модель, то наше первое уравнение и второе уравнение перепишутся следующее. Так, значит, первое уравнение. Давайте, что мы берём? Эпсилу выдавали от нуля, дальше Эпсилон добавим. Так, значит, слева Эпсилон Дельта 1, а справа надо идти и смотреть. Так, в этом интервале Эпсилон Штрих бежит только дальше Эпсилон Штрих. Трангенс Эпсилон Штрих на 2 км, если Эпсилон Дельта 1. Дальше есть второй интервал от нуля, до Эферии. Эпсилон Дельта 1. Вот мы его разбиваем на два участка. Сперва от нуля до Аш-Омега Дельта 1. На этом интервале, это умеется, щель Дельта 1. А второй интервал от Аш-Омега Дельта 1. И теперь пошли интегрировать по более далёкому участку. Аш-Омега Дельта 2. Аш-Омега Дельта 2. Аш-Омега Дельта 2. Во втором уравнении внешний параметр Эпсилон между Еферии и Аш-Омега Дельта 2. Значит, в левой части у нас получается Дельта 2 минус ВКО 0 интеграл от нуля до Аш-Омега Дельта 2. Здесь Дельта 1. Ну и второй кусочек, как говорилось, минус ВКО 0 от Аш-Омега Дельта 2 до Еферии. Получилось в нас два алгемогических, линейных, уравнений относительно двух неизвестных величин Дельта 1 и Дельта 2. То есть надо решать это уравнение, если система двух линейных, алгебраических, связанных уравнений, как мы знаем, нитривиальное решение и нулевое для Дельта 1 и Дельта 2 образуется, если коэффициенты в этом уравнении составят дитерминант, и дитерминант перед этими неизвестными должен обращаться обратно. Но прежде чем дойти до дитерминанта, нам надо вот вычислить вот эти интегралы. Вот здесь вот такой интеграл, ну и вот, скажи, вот такой интеграл. Два интеграла. Вот эту вещь мы считали в прошлый раз. Значит, подробно. Интегрировали на частях, я напишу сразу готовый ответ. От нуля. Ваша негативая. Ну давайте так. Есть логарифм. В прошлый раз посчитали. Два гамма. Это есть некая постоянная величина. Влечение после раз посчитали. Пи КПС. Вот это результат прошлого расчета. Так. Теперь, значит, еще вот такой интеграл. Нижний предел невольно. Аш-эмега-дэбайя. Влечение. Что это есть? Что это есть? Влечение. Аш-эмега-дэбайя. Так. Интеграл. Вот Аш-эмега-дэбайя. Аш-эмега-дэбайя. Можно делать совсем примитивно. Давайте. Можно представить вот этот интеграл как интеграл от нуля до Ефермы минус интеграл от нуля до Аш-эмега-дэбайя. Тогда у нас получится что? У нас получится разность двух логарифмов. Логарифм 2 гамма Эпсилон фермы на Пи КВТЦ минус логарифм 2 гамма, наша нега-дэбайя, Пи КВТЦ. Логарифм 2 гамма Эпсилон фермы на Пи КВТЦ. Или сводим к одному логарифму. Логарифм на разности это оборняется логарифм умышления двух ключей. А на самом деле этот интеграл можно получить, например, и ещё получить. Смотрите. На самом нижнем пределе в тангенсе есть энергия H-эмега-дэбайя. На верхнем пределе стоит эффект. Но даже на самом нижнем пределе, если здесь энергия, она соответствует примерно градусам 300, ну а температура перехода порядка десятки в обычных сверхпроводниках. То есть здесь стоит тангенс, грубо говоря, тридцати. Ну известно, что тангенс больше единицы уже практически можно заменить просто на единицу. А уж в айоне танцуются и нет. Это значит заменяет на единицу. Вот это исходит. Всё, в один и на один. Ну вот, нежели мы все эти интегралы сосчитали, остаётся выписывать только нашу систему и остаётся государству, а не в них, ооо, мнении, которое нам предстоит решание. Не надо… Интеграл мы сосчитали, выписываем систему линейных уравнений. Так, вот такие линейки В минус ВК на лодочке. Так, первое уравнение и второе уравнение. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, теперь надо составить детерминант из коэффициентов Терри и известными величинами d1, d2. Поставляем детерминант 1. Дальше уравнение и второе уравнение. Дальше уравнение и второе уравнение. Дальше уравнение и второе уравнение. Дальше уравнение. Дальше уравнение. Раскрываем детерминант. Пишу ответ, чего получится после перемножения элементов по главной диагонали минус элементов по побочной диагонали. Значит, результат уездов от единицы равной В минус В полуонуская единица. Дальше уравнение. Дальше уравнение и второе уравнение. Случилось в аграритическое уравнение. Делим коэффициенты Риллогарифа. Берем экспоненты от обеих частей. В результате всех этих манипуляций взгляд выглядит так. Примиратуру перехода вытащить. Так. Константа Больцмана, обновленная МФЦ. В результате, ну, я. Дальше уравнение. Дальше уравнение. Пи. Ошибе до двое. Экспонента. Минус. Единица. Ноль. Дальше уравнение. Дальше уравнение. Ноль. Потенциал вытяжения В, из которого вычитается некая штука. Лодушка. Так. Вонга. Вонга. Дальше уравнение. На. Моговик Е. Ферроме. Мышли Мегадубаре. Вот если не учитывать холодовского взаимодействия, вот этого члена нет. И мы получаем результат для температуры перехода, который мы не видели в прошлый раз. Давайте сделаем удобное значение. Давайте ввезем безразмерные величины. Так, плотность состояния умноженная на потенциал протяжения. Давайте это безразмерный параметр протяжения λ. РО 0, умноженное на потенциал кулоновского отталкивания. Безразмерный параметр протяжения λ. А вот такая щука, РО 0 на В кулоновская единица, плюс РО 0 на В кулоновская на логарифм H омега 2. И тогда вот наша формула. Давайте обозначим, рождественное, как λ со звездочкой. И тогда вот эти все коэффициенты, они дают, известно, 1,134, численную величину, то есть вот эти числа. Мы получаем короткий коэффициент. Вот критическая температура средоуправляющего перехода. С учетом кулоновского отталкивания. Видим, что кулоновское отталкивание уменьшает, так сказать, эффект протяжения. Но, надо сказать, что оно уменьшает не очень эффективно, потому что кулоновское отталкивание выступает не само по себе в чистом виде, а вот перенормировано на какую величину. Значит, логарифм E фермы H омега 2. Это логарифм H омега 2. Это логарифм очень большой величины. Это обычно порядка 5, как говорится, где-то 6, получается, по таких значениях. Вот если брать варианте церкви энергии фермы и энергии В2. Это 5,6, значит. Ну и поэтому кулоновское отталкивание получается сильно ослабленным за счет такого перенормировающего факта. То есть складывается такая ситуация. Само по себе в чистом виде кулоновское отталкивание лю больше лямбда. Но! Может быть лямбда больше лю со звездочкой. Либо лю больше, чем лямбда. Если... Вот это лямбда называется Булоновский псевдопотенциал. Булоновский псевдопотенциал. А вот этот логарифм, логарифм E фермы, называется Толмачевский логарифм. Почему Толмачевский? Потому что впервые вот до этой формулы дошел и обнаружил, что явление сверхноводимости и так был такой физик-теоретик, ученик боголюбов Толмачев. Толмачевский логарифм. Вот за счет Толмачевского логарифм. Кулоновский псевдопотенциал много меньше, чем исходный Кулоновский потенциал. Ну и вот. И получается ситуация такая. Если лямбда больше, чем Кулоновский псевдопотенциал, вещество становится сверхпроводником. Если наоборот, Кулоновский псевдопотенциал больше, чем притяжение чрезвановное вещество не становится сверхпроводником. И вот есть целый ряд переходных металлов, в которых выполняется вот эта ситуация, когда мю больше лямбда, и они становятся сверхпроводником. Я, значит, перечислю, значит, эти вещества. Три благородных металла. Три благородных металла. Что про них известно? Известно, что при комнатной температуре, вот в этой тройке, из таблицы Медилеева, самая маленькая удельное сопротивление, то есть самое маленькое удельное сопротивление серебре, затем медь, затем золото. А маленькое удельное сопротивление, так сказать, поменьше при комнатной температуре означает слабость электронно-фономного взаимодействия. Ну, значит, слабость электронно-фономного взаимодействия означает, что вот эта штука Правда маловато? Есть такой поводок, что вещества, которые прекрасно проводят электричество при комнатной температуре, не становятся сверхповодниками в понижении температуры вплоть земля. Вот это уровень благородных металлов. Дальше. Есть такие благородные металлы, как платина и палладий. В этих веществах оказывается вот это ню велико по некоторым причинам. Ну там есть такие возбуждения. Эти металлы, как это называется, почти ферромагнитные, очень сильные парамагнетики. Там существует возбуждение парамагнона, которое вот очень сильно эффективно увеличивается в тайминге. Ну есть еще третья группа элементов из таблицы металлических 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 металлических. У них хотя и большое довольно электронно-фономное взаимодействие, но дело в том, что в этих веществах при низких температурах существует ферромагнитный порядок. А ферромагнитный порядок подмагничивает электроны и делает спины электронов параллельными. Значит, куперовская пара, когда электроны куперовской пары, они палаллельны друг друга, попадая в магнитное поле, ей не выгодно. Чтобы создать куперовскую пару, мы должны очень сильно проиграть в обменной энергии. Ну это значит, что эти вещества являются герборными парами. Значит, вот первое, как влияет прямое кулоновское взаимодействие на температуру трехлона. А второй эффект очень важный, как влияет кулоновское взаимодействие на эзотопический эффект. Дело в том, что в модели ВКШ масса изотопа входила только вот сюда, в дебаевскую температуру. Ну, вот если в честь кулоновское взаимодействие, оказывается, дебаевская частота входит еще в Толбачевский логарифм, который стоит там в экспоненте. Ну, значит, наличие зависимости от массы здесь и дополнительная зависимость от массы вот здесь приводит к тому, что эзотопический эффект принимает другую величину, чем, так сказать, простой модели ВКШ. Ребята, здесь будет сейчас некое мероприятие, вот там, я вижу, Саша Ильичков сидит уже, ассистировал. И мы давайте пойдем в нашу комнату, там выпьем чаю и там еще, чтобы вы продолжали.